Здравствуйте! В эфире новости корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях на сегодня. Торжества в Караганде прошли спокойно, но с выдумкой. За праздничной суетой нельзя забывать о государственных задачах. День знаний, вера в будущее. В канун профессионального праздника Дня Шахтера Караганда торжественно отмечала еще одно знаменательное событие – свое 80-летие. И это совпадение отнюдь не символическое, а вполне закономерное, ведь своим появлением на карте страны и дальнейшим развитием Караганда обязана освоению одного из крупнейших угольных месторождений. Особую атмосферу праздничным мероприятиям придал рабочий визит в Карагандинскую область президента страны, лидера нации, просултана Абичевича Назарбаева, состоявшийся 30 августа. Надо сказать, что у президента страны всегда было особое отношение к Шахтерскому краю. На Карагандинской земле начиналась его трудовая и политическая биография. Здесь, на Карагандинском металлургическом комбинате, проходила закалка характера молодого металлурга. А работая вторым секретарем Макома партии, он многое сделал для развития промышленного и экономического потенциала Карагандинской области. Карагандинцы постоянно ощущают внимание главы государства к развитию их региона. Особое отношение у президента Казахстана к Шахтерам Караганды. Работая в области, он бывал на шахте, спускался под землю, чтобы своими глазами увидеть, в каких условиях трудятся горняки. И, видя такое отношение к ним, карагандинские шахтеры поддерживали и поддерживают реформы, проводимые в Казахстане под его руководством. Каждый приезд президента страны в Карагандинскую область – это новые объекты, новые достижения. И в этот раз карагандинцам тоже было, что показать Нурсултану Апишевичу Назарбаеву. В свою рабочую поездку президент страны посетил специальную экономическую зону Сарай-Арки, где глава государства осмотрел два новых производства – ТО «Изоплюс» Центральная Азия и ТО «Биомир Арматура». Политика открытости и делового партнерства, проводимая главой государства, делает Казахстан, все его регионы, в том числе и Карагандинскую область, все более привлекательными для иностранных инвесторов. И конкретными результатами этой политики могут служить названные производства. Что касается ТО «Изоплюс» Центральная Азия, то это производство специализируется на выпуске высококачественных предварительно изолированных стальных труб для отопления и нефтепроводов, отвечающих высоким стандартам качества. Уникальность этого проекта заключается в использовании зеленой технологии, которая предотвращает выбросы вредных веществ в атмосферу. Второй проект – завод по изготовлению шаровых кранов и запорной арматуры ТО «Биомир Арматура», как известно, был запущен 2 июля нынешнего года во время общенационального телемоста с участием президента страны. Завод опорной арматуры для нас очень важен. У нас столько нефтепроводов и трубопроводов, которые поставляют воду, энергию и тепло. Это важнейшее предприятие, поэтому мы его и строим, отметил тогда глава государства. При реализации этого проекта, включенного в карту индустриализации, создано 160 рабочих мест. Завод является единственным в своем роде предприятием во всей Центральной Азии, обеспечивающим потребности химической, газовой, нефтяной и других отраслей промышленности. После посещения предприятий, глава государства Нурсултан Азарбаев на совещании с представителями общественности и предпринимателями, также руководством региона, обрушился с критикой на выполнение индустриальной программы. Совещание началось достаточно традиционно. В целом регион, считаю, неплохо развивается, снизился уровень безработицы составляет 5%. Являясь индустриальным регионом, область вносит существенный вклад в развитие всей нашей казахстанской экономики. Поэтому здесь развиваются специальные экономические зоны для того, чтобы помнять индустриальную часть. Аким области Нурмахамбет Абдебеков доложил о индустриальном и социальном развитии региона. Нами принимается мер по увеличению объема строительства жилья за планированное хранение 280 тысяч квадратных метров до 300 тысяч квадратных метров. За период реализации программы ОАП на строительство и реконструкцию системы расслабжения было выделено 32,5 миллиарда тенге на 76 проектах. В текущем году реализуются 20 проект, что позволит обеспечить качественной питьевой водой 80 тысяч жителей области. Затем общепринятые наработки были отклонены в сторону. Глава государства на совещании с представителями общественности и предпринимателями Карганской области отметил проблему развития малых городов и выполнение государственной программы по индустриализации страны. В Карганской области эта программа осуществляется с большими диспропорциями и перебоями. 80% объектов, попадающих в карту индустриализации, 40% в Карганской области. А в других областях и районах, городах вообще не охватывают. В Рязевске, Полутавский район, Харканинский, Калажаво, Тагарский. Я хорошо знаю эти районы. Президент отметил, что несмотря на наличие в регионе 8 моногородов и действующую для их развития программу, в 2012 году весь объем выделенных средств в размере 2,2 миллиарда тенге был направлен только на освещение улиц. В 2013 году на эти цели было потрачено 4,8 миллиарда тенге или 92% всех средств. Также президента возмутила ситуация с привлечением реальных инвесторов в СЭС Сарыарка. На инфраструктуру СЭС государство выделило 25 миллиардов тенге. Согласно проекту, сегодня в ней должны работать 53 фирмы, но работает всего 2. Кроме того, что география такая плохая, введенные объекты продолжают проставить. Вместо привлечения реальных инвесторов управляющая компания наполнила СЭС своими пустыми фирмами, а затем перепродала их документы потенциальным инвесторам. Мы говорили, что надо создать комиссию, которая прозрачна, транспарентно будет рассматривать инвесторов, а Акимат пошел же в инвестор. Мне должны. Была создана управляющая компания Караганда Инвест, 49% акций. В 2011 году Акимат передал сомнительный фирме Total Quality Service. Которые кроме офиса в СССР ничего не имеют. Необходимо разобраться, почему так произошло, поручил глава государства. При этом он напомнил, что Акимат со своей стороны тогда обещал привлечь 150 миллиардов тенге частных инвестиций и довести выпуск продукции до 800 миллиардов тенге в год. В свою очередь, заместитель Акимова власти Ануар Ахмеджанов сообщил, что работа по привлечению инвесторов ведется. В 2012 году мы активно приступили к строительству инфраструктуры. В этом году остальные объекты инфраструктуры будут завершены. То есть, сегодня СССР полностью готова к приему инвесторов. Нурсултан Назарбаев также отметил, что искусственно затягивается оформление земельных участков, других документов, требуя у участников СССР свою долю в их предприятиях. Почему они мошенничают за счет государства? Возмутился Назарбаев. Доведите до конца, вскройте, кто это такие. Я думаю, что известные фамилии выйдут. Навести порядок. Всех выйдет. Из-за этого я снял грошу Акима в области, чтобы узнать, как это вы можете сидеть здесь командовать, а безобразие творится. Я создаю все условия для развития бизнеса, снимаем препоны, преференции даем. А вы здесь тормозите. Вы против работаете. А далее Нурсултан Назарбаев сказал, я своим указом создал СССР, чтобы Караганда начала мощно привлекать инвестиции. Везде, где я не бываю, в других странах я говорю, что в Караганде есть индустрия. Здесь можно строить. Давайте сюда. Они приходят, а вы их отправляете во свои оси отсюда. Шуры-муры свои вопросы решаете. Так не пойдет. Где обещаны 53 проекта? 150 миллиардов тенге инвестиций, возмущался глава государства. Свободная экономическая зона СРРК была создана по указу президента в 2011 году. На сегодня доля малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте области всего 20%. Экономика региона в основном держится на Арселор, Миттл, Демиртау и Казахмысе. А задача – увеличить долю малого и среднего бизнеса до 50%. Также глава государства указал на ряд проблем социального развития. Так, за последние три года в Карагане не построен ни один детский сад, а в очереди стоят 13 тысяч детей. Негативная ситуация наблюдается и в реализации программы по строительству сельских врачебных амбулаторий. В текущем году планировался ввод в эксплуатацию 17 амбулаторий, но по факту начато строительство только одного объекта. Это самый худший показатель по стране, сказал Нусултан Назарбаев. Президент страны Нусултан Назарбаев дал четко понять, что почивать на лаврах даже в праздничные дни не получится. Прежде всего, работа. И все-таки в минувшие выходные люди с самой благородной профессией отметили свой профессиональный праздник – День шахтеров. В этом году эту праздничную дату шахтеры отметили 67-й раз. Успехи и достижения работников этой отрасли были отмечены наградами в праздничной встрече с участием Акима области Нурмуханбета Абдебекова. В Казахстане активно добывается уголь, нефть, руда. Недра страны богаты полезными ископаемыми. Наша республика занимает восьмое место в мире по запасам угля. Все это говорит о важности профессии шахтера. В социально-экономическом росте нашего региона – большая заслуга шахтеров Карагандинского угольного бассейна. Всем вам известно, что президент Нурсултан Назарбаев, который хорошо знает, что такое нелегкий труд, всегда с теплотой отзывается о горняках Карагандинского угольного бассейна. Глава государства делает многое, чтобы труд шахтеров становился более безопасный и престижный. В свой профессиональный праздник шахтеры нашего региона были окружены вниманием. Особую благодарность выражали ветеранам шахтерского труда. Многие из них посвятили долгие годы этой почетной профессии. Благодаря им была создана история Карагандинского угольного бассейна. Заслуга крупных угольных предприятий региона и малых компаний этой отрасли значима для всего региона. С каждым годом внедряются новые технологии, закупается современное оборудование, что позволяет улучшить качество работы шахтеров. Руководство акционерного общества «Артелор Митал Тимиртау» поздравило шахтеров с праздником и наградило лучших работников отрасли почетными грамотами. Профессиональный праздник шахтеров – один из самых значимых праздников для жителей всего региона. Крупнейший индустриальный город Караганда своим рождением и своей известностью обязан угольным шахтам. Разрешите поздравить всех метаургов с их праздником и пожелать доброго здоровья, семейного счастья и благополучия. Профессия шахтера требует не только большого вложения физического труда, но и интеллектуальных способностей. Ведь настоящий шахтер знает все о земных недрах, умеет управлять сложной техникой и не боится хозяйничать под землей. В праздничной встрече все пожелания и почести были адресованы именно им, людям самой благородной профессии. На ряду с государственными праздниками День шахтеров в нашем регионе является одним из значимых дней, праздничных дней, поскольку город Караганда своим образованием, своим развитием, своей инфраструктурой обязан в первую очередь большим запасом высококачественного, как сущего угля. Мы гордимся, что мы живем в этом промышленном центре, в промышленном центре нашего государства в городе Караганди, работаем и продолжаем трудиться. После торжественной части для всех гостей была представлена праздничная программа с участием местных артистов. Гульнур Жакен, Шалкар Алтынбеков, Бахтиар Успанов, Первый, Карагандинский. День шахтера – праздник всеобщий. Нет в регионе семьи, которая так или иначе не связана с горнятским трудом. В этот день шахтинцы с утра собирались на главной площади перед Акиматом. Именно здесь и состоялись основные торжества по случаю 67-й шахтерской годовщины. В честь шахтеров, людей уникальной профессии, звучали весь день и весь вечер песни, музыка. В Шахтинск приехали артисты Карагандийской областной филармонии. Любимые всеми самодеятельные ансамбли. Только сильные, мужественные люди способны добывать из недр земли черное золото и заставлять услужить его людям. Этот праздник близок и важен каждому шахтинцу. Каждая семья связана с угольным производством. На сегодняшний день в Шахтинском регионе стабильно работают 4 шахты угольного департамента Акционерного общества Арселом Миттл Тибертау. Этот год является юбилеем для двух шахт нашего региона. 50 лет шахте Ленина и 45 лет шахте Казахстанская. Работники шахт своими успехами и достижениями, повышением эффективности производства, увеличением добычи угля способствуют развитию экономики независимого Казахстана. А это высокая и ответственная миссия. В этот праздничный день, выражая благодарность всем горнякам-шахтинцам, Аким города Александр Аглиуллин вручил почетные грамоты шахтерам. Шахтинц благодаря государственной программе развития моногородов, хорошеет с каждым днем. Это почувствовали и горожане. Празднование Дня Шахтера стало признанием нелегкого горняцкого труда, признанием той огромной роли, которая угольная отрасль играет в экономике страны. Руководством нашей страны немало делается, чтобы горнякам и их семьям было уютно в своем городе. Слова благодарности в адрес шахтеров часто звучали со сцены. На торжествах было много неожиданностей и сюрпризов. Например, известная итальянская поп-группа 80-х Рикки Эповери, Анжело Соччо, Анжело Браманти, Франко Катти. Они в 1970-м впервые приняли участие в фестивале в Сан-Ремо и заняли второе место и зазвучали по всему миру. Итальянская экспрессия и мелодичность не оставила равнодушными никого на площади. Праздник без фейерверка сегодня не праздник. Это финальный аккорд, который запоминается надолго. Шахтинцы вместе со всеми шахтерами региона торжественно отметили свой профессиональный день. Среди высокого события Руспанов, первый карагандинский. Впереди небольшая реклама. Оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал. Галвин. Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53 серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм Представляет собой качественное и экономичное решение Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль Стандартная система профиль Галвин Профиль Галвин 60 серии Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм Идеально подходит для любого климата и региона Система стандарт относится к классу А А значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей А теперь новинка Серия эксклюзив Пятикамерный профиль Галвин 70 серии Монтажная ширина 70 мм Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя Значительно повышают тепло и звукоизоляцию Толщина лицевых стенок 3 мм Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах Золотой дуб Махагон Мореный дуб Темно-коричневый Орех И серый Но и это еще не все Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки Все профили торговой марки Галвин и Галтек Не содержат свинца И на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам Профиль Галвин Морозостойкий, надежный, прочный К другим новостям 1 сентября в День знаний Аким города Караганды Нурлан Аубакиров посетил гимназию номер 3 Где сам когда-то учился Принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний И поздравил учеников с началом нового учебного года 1 сентября можно увидеть много нарядно одетых первоклашек Шагающих с букетом цветов в школу Ученики в новеньких костюмах, красивые и полны сил В этот день проходят торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года Радость встречи с любимыми учителями и школьными товарищами В праздничный день поздравить школьников в гимназии номер 3 Пришел Аким города Караганды Нурлан Аубакиров Путевку в жизнь вы получаете в знаменательное событие В год 80-летия города Караганды Это добрый знак И нет сомнений, что вы оправдаете возбужденные на вас надежды Мы верим, что вы, наши дети, самые способные, самые талантливые Самые умные и добьетесь больших успехов Это самый долгожданный день, кто впервые переступит порог школы Это праздник и для первоклассников Они вступают в новую жизнь Делают первый шаг по длинной, но такой интересной школьной дороге Я уверен, что вы сумеете прославить имя родного города Не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами Дорогие ребята, от имени, и не только как руководитель города А от имени выпускников 1993 года Этой школы, третьей школы, сейчас третьей гимназии Я хочу вас поздравить с новым учебным годом 1 сентября начинается дорога в будущее В интересную жизнь, наполненную удивительными открытиями Радостью познания и настоящей дружбой В свет и праздничный день звучали стихи и песни Из уст самих школьников Заниматься поскорее Знаем, это ненадолго Скоро рвение пройдет Но сегодня день особый Школа нас к себе зовет Аким города Караганды Нурлан Аубакиров Окончил родную гимназию в 1993 году В стенах учебного заведения остались Самые светлые школьные воспоминания После линейки он зашел в родную школу Осмотрел кабинеты и побывал в музее гимназии Здесь были установлены стенды с фотографиями выпускников Среди них Нурлан Аубакиров нашел и свою фотографию На праздник знаний Аким пришел не с пустыми руками Он подарил гимназии интерактивную доску Теперь в новом учебном году дети приступят к занятиям с новой силой В добрый путь, дорогие ученики Сегодня в регионе действуют 532 общеобразовательные школы В которых обучается 171 тысяча человек Причем в новом учебном году порог школы впервые переступит 19,5 тысяч первоклассников 1 сентября Аким области Нурмухамбет Абдебека побывал в школе-лицей номер 101 города Караганды И принял участие в торжественной линейке Посвященной Дню знаний и началу нового учебного года Перед началом линейки глава региона осмотрел выставку работ учащихся И президентский зал беседовал с выпускниками школы-лицея Во многом именно в этот момент закладывается успешность дальнейшей всей жизни Если правильно сделать выбор, правильно сделать акценты Подготовиться к этой взрослой жизни То естественно и дальше будут успехи, которые могут привести к большим успехам Как в профессиональном плане, так и в плане признанного общества Всем известно, какое большое внимание президент страны Нурсултан Абишевич Назарбаев Уделяет развитию образования Потому что задачи, которые стоят перед Казахстаном, амбициозные и глобальные Необходимо занять достойное место среди самых развитых государств мира Это могут решить только высокообразованные люди Школа должна дать основу знаний, на которые придется опираться всю жизнь И это очень помогло мне в дальнейшем к адаптации университету И сейчас, честно сказать, в школе у меня училось сложнее, чем в университете Школа-лицей номер 101 входит в пятерку лучших организаций образования города По ЕНТ 2014 года Средний показатель 102,2 балла Является участницей казахстанского прорывного проекта «Образовательный технопарк» В этом году здесь начался эксперимент Непрерывное многоуровневое профессиональное образование на основе ранней профилизации Школа-лицей является республиканской экспериментальной площадкой для внедрения в практику модели 12-летнего образования В этом году у нас более 380 первоклассников, 13 классов Всего в школе в этом году будет работать 778 классов комплектов Школа рада тому, что наши родители выбирают наше образовательное учреждение Которое пользуется большим авторитетом именно в образовательном пространстве Нурмухамбет Абдебеков поздравил педагогов, учащихся школы-лицея и их родителей С началом нового учебного года и вручил школе-лицею сертификат на многофункциональный хоккейный корт Чтобы его воспитанники, занимаясь спортом, росли крепкими и здоровыми В этом году впервые ученики класса дополнительного образования пойдут в первый класс Мы класс дополнительного образования В нашем классе обучается около 30 человек И мы надеемся, что наши знания, которые мы будем получать Будут нам приносить пользу в нашей жизни И я думаю, что для детей сегодня действительно праздничный и торжественный день Мы говорим огромное спасибо администрации нашей школы Которая подготовила все для того, чтобы наши дети зашли в уютные, красивые, светлые классы В небо устремились воздушные шары Чтобы детские мечты обрели зрелость и воплощались в конкретные дела После традиционного первого звонка в школе начались занятия Сергей Высокосов, Айбин Жакан, Бахтия Руспанов, Первый, Карагандинский На этом наш выпуск завершен Спасибо, что были с нами Всего доброго Аман Сау Болынгстар Редактор субтитров А.Семкин